Вау! Это потрясающе! Короче, что он босс. У нас команда Движ Медиа. И мы снимаем музыкальные клипы и рекламу. Все как договаривали. В данном клипе я выполняю роль режиссера, собственно режопера, то есть фильммейкера. И снимаю, и монтирую, и придумываю и так далее и тому подобное. Ну и что, Боч, ты как? Понятно. Готовы? Так, ты поехал, меня сначала повез. Чеченки, пошли! Пошли, пошли! Веди меня дальше. Валера, ты входишь в кадр немного! Что произошло? Мы сняли клип на трек на лете у исполнительницы Боча. Саша, это видео, не входи. Как? Вот, видишь. Я вот так великая. Я не хочу никаких сережек. Наши. 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 Давай. Давай! Солнце! Вот так вот, прям нон-стопом, и у нас просто главный СММщик. На что я обратил внимание? На, безусловно, в первую очередь, наверное, человеческий фактор, который меня очень вдохновил. Огромный респект всей съемочной команде. Я не представляю просто, как можно вывести этот титанический труд, колоссальное сосредоточение. Наверное, но я смею предположить, что ты входишь в некое трансовое состояние, то есть тобой движет конечный результат, и ты уже не чувствуешь ни усталость, ни голод, ни холод, потому что мы столкнулись с абсолютно всем. Процесс был очень сложный. У меня не так много клипов, но эти съемки были самые сложные. Для меня, конечно, не технически. Это, наверное, для Руслана было технически сложно воплотить его идеи без помощи специального оборудования, а при помощи, как говорится, смекалки человеческой. А для меня, наверное, больше эмоционально. И так как это было очень долго, съемочный день длился с 8 мы были на площадке, до где-то пол первого, пол второго даже. Конечно, сохранять концентрацию в течение такого долгого времени и не обращать внимания на маленькие природные нюансы, маленькие какие-то сбои в любом случае всегда в съемочном, в творческом процессе не может быть все гладкое, и у нас были какие-то нюансы, но вот именно концентрация каких-то эмоций, вот эта собранность, это, конечно, сложно чисто морально. Мне кажется, у нас получилось. И, если честно, после съемок я была просто выжатой лимон. Я мечтала попасть домой и лечь в ванну. Я не могу представить, как устали все ребята, как устали все девчата. И действительно, надо отдать должное здесь каждому, здесь без исключения. Боча себя вела героически. По-другому не скажешь, потому что она ни разу не пикнула, не капризничала ничего. Но вообще это не присуще. Боча, она перла как бронетранспортер. Эти два дня мы снимали на камеру ZECAM 6K. Это относительно новая камера. Она потихоньку начинает захватывать рынок. Ее можно купить. Друзья, короче, когда снимаете клип и вы берете красивый красный мустанг, то посмотрите, чтобы он не скрипел, не тарахтел, все было чистенько, панелька, чтобы не была попорвана крыша, если это кабриолет. Чтобы все было... Потому что вот эти штучки могут помешать вам в реализации своей идеи. В общем, когда я увидела первые кадры, мне был просто восторг. Восторг, насколько это сделано профессионально, вкусно, учитывая особенно те нюансы, которые были на площадке. То, как он это снимал, можно сказать, с подручными средствами, я просто в восторге. Я увидел, как Руслану было трудно в эти два дня. И я понял, что команда – это очень важная штука, что очень важно разделять все-таки труд. И от этого часто еще зависит результат итоговый. Очень сложно, невероятно сложно быть режиссером и оператором одновременно. Что сказать? Ну, по ощущениям, действительно, создается что-то крутое, что-то нереальное, что-то очень красивое и тяжелое в съемке. Мне нравится вздумка клипа, потому что Боча вся такая модница, как сказал Руслан на первом выезде съемок. Снимаем мы в очень красивых индустриальных локациях. Ну, надо сказать, и на площадке я была в восторге от команды. В общем, ребята все очень преданные своему делу, очень, знаете, такие горят идеей, и это очень ценно, когда люди стараются. Не едем, идем прямо в стачку. Да, 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 прямо рядом. Ты сможешь, как-то так, пришлось вот так. Да, да, да. Сейчас я вас отпущу, чем мы будем снимать вот так. Мы офигенно справились и дошли до конца. И получится офигенски крутой клип. Несколько слов я хочу сказать про девчат, которые снимались в... Сейчас там писклявый голосок. Мальчик сейчас пройдет. Валер, нажмем на паузу. Девчата, которые принимали участие в съемках, это все девчат, я их хорошо знаю и очень уважаю. И опять же, мое уважение еще больше вознеслось. Безропотно преодолевая первый съемочный день, холодный день, дождливый день, тяжелый день. Ну, никто слова не сказал. Хотя в глазах, конечно, девичьих все читалось. Это Ева, Ли и Саша. Спасибо им за их старания, за их... За то время, которое они посвятили для съемки этого клипа. За их... Работоспособность. Работоспособность. За их включенность в процесс. Девчонки тоже выдержали этот долгий процесс. И до конца держались. Хотя, поверьте мне, нам всем было очень тяжело. Особенно играть в хорошее настроение, в прекрасную погоду. Девчонки прыгали, веселились до полвторого ночи, когда об этом просил Руслан. Как там поется? В общем, мы должны были снимать один день, потому что в первый день неожиданно нас накрыл дождь. Были различные моменты, из-за которых не получилось все доснять как надо. Сегодня на солнышке досняли просто классные кадры. Там были детальки разные. То, чего как раз не хватило еще в первый съемочный день. Поэтому я думаю, что получится пушечка. Самая главная идея, собственно, в клипе, это настроение. И хочется передать вот это настроение лета, какого-то такого позитива, прогулки. Я думаю, что на самом деле у нас все получилось. Ты назад не будешь еще раз, Павел? Сейчас, я буду везде ходить, а немного ходить. Да, да, ладно. Красиво. Так, Водь, стоп. Еще раз. Стоп, еще раз. Еще раз. Что хочется сказать? У меня есть очень твердое ощущение, как говорят наши западные партнеры. We did it. Мы сделали это. Быстро, в двух словах. Как настрой, как ощущения? Все, на письме. Здесь. Я не стала исключением. Извините, я должен... Смело идем по жизни дальше. Все хорошо. Ждем клип. Пока-пока. Там круто сзади написано. Садовый рай. Мы цветовочки просто.